МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Лучшие в своем деле работникам сельского хозяйства республики вручили государственные награды. Играют в Москве, слышно, в Чебоксарах, в столицу Чуваши открылся виртуальный концертный зал. Пилят, строгают, готовят, вышивают. Школьники республики пробуют себя в разных профессиях. Сегодня в Чуваши отмечают профессиональный праздник работников сельского хозяйства. Торжественный для аграрии в день начался с вручения правительственных наград. Сельскохозяйственный год завершен. Он был непростым. Несмотря на непогожие лето, аграрии Чуваши смогли собрать урожай, который специалисты оценивают как рекордный. Нелегкая работа крестьянина всегда ценилась и пользовалась нашей стране особым уважением и вниманием. Ищне Гурах и Зебе по труду почет гласит народная мудрость. Сегодня мы вручаем государственные награды тем, кто занимается выращиванием качественной сельскохозяйственной продукции и производством продуктов питания. Обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны. Анатолий Коротков сегодня стал заслуженным работником сельского хозяйства республики. Он больше 30 лет работал в фамелеводстве. Теперь передает опыт молодым, возглавляет специальный центр исследований в Чувашской сельхозакадемии. Чем мы создали вот этот центр? Это прежде всего для того, чтобы улучшить качество преподавания и учебы наших студентов. За последние пять лет объемы производства сельхозпродукции выросли на треть. Ее экспортируют в 31 страну мира. Долгого отдыха у аграриев не будет. Скоро начнется подготовка к весеннеполевым работам. И сегодня в Чебоксарском районе открыли современный комплекс по производству овощей из защищенного грунта. Эта продукция должна заместить большую долю поставок из-за рубежа. Импортозамещение – стратегическая задача национального проекта. Какие плоды принесут теплицы пятого поколения? Об этом Дмитрий Ковалев. Внимание, Дмитрий! Ура! Урожай свежих овощей круглый год и все благодаря инновационным технологиям. В этом тепличном комплексе за многие процессы отвечает автоматика. Огурцам и томатам необходим капельный полив и питательные смеси. Из-за рубежа сюда доставили и специальную породу шмелей, которые опыляют цветы. Мерли, спламола и тромбанза – так называются томаты. Первый урожай – 400 тонн. С каждого гектара здесь планируют собирать более 80 килограммов. Прямо с грядок на дегустацию. В ближайшее время томаты поступят в продажу. Будут налажены поставки в другие регионы и страны. За год после запуска второй очереди в тепличном комплексе намерены производить свыше 20 тысяч тонн овощей. Тепличный комплекс – приоритетный проект. На его строительство направили многомиллиардные суммы. За счет бюджета республики к площадке подвели инженерные сети и дорогу. Глава региона отметил, что с каждым годом сфера АПК становится все более привлекательной для инвесторов. Благодарен руководителям организаций, специалистам, которые по компетенции сегодня с одной стороны рискуют, с другой стороны привлекают новые инновационные проекты. И мы практически, если взять, вот с Ростки и Хосбанка развиваем и сельскохозяйственное производство. Прекрасный пример, когда такой союз позволяет материализоваться в прекрасных проектах супертехнологичных предприятий. Со следующего года в стране стартует и новая программа комплексного развития сел. Из федерального бюджета регионам направят многомиллиардные суммы. За последнее время, благодаря проводимой работе, муниципалитеты республики стали комфортнее для жизни. Уровень Чувашим мы оцениваем очень высоко, потому что была проделана большая работа, особенно по здравоохранению. Мы как раз обсудили уровень ФАПов, которые есть сейчас в сельских территориях и школы. Новые задачи ставят и перед производителями. Среди приоритетов, обозначенных главой региона, рост объема экспортных поставок. Наши производители сельскохозяйственной продукции, организации пищевой перерабатывающей промышленности, 31 страну мира продают свою продукцию. Еще одной мерой комплексного развития сельской местности должна стать и льготная ипотека для тех, кто проживает за чертой городов. Кредиты с пониженной ставкой банки начнут выдавать с начала следующего года. Ипотека предполагает 25-летний срок поставки до 3% годовых. Более того, регион при возможностях бюджета региона может снизить ставку до 0,1. На наш взгляд, это прекрасная возможность улучшить свои условия. В республике планируют опробировать и проекты комплексной компактной застройки на селе. Опыт региона будет растиражирован на всю страну. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Павел Иритков. Республика. Торжественный вечер в честь работников сельского хозяйства состоялся в Ледовом дворце Чебоксар-Арена. В большом концертном зале торжественная часть фойе выставка достижений республиканского агропрома. Тем, кто от зари до зари трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на прилавки молоко, мясо и другие продукты питания, есть что презентовать. В объеме валово-регионального продукта сельское хозяйство занимает почти 16%. И этот объем производит всего 7% занятых в экономике. Именно столько составляют работники АПК. С каждым годом все весомее становится государственная поддержка, а в результате растет количество крупных современных сельхозпредприятий. Только в развитии села в последние пять лет вложено 10 миллиардов рублей. Видеоверсию концерта ко дню работников сельского хозяйства можно будет увидеть 4 ноября в 16.30 в эфире национального телевидения Чувашии. И к другим темам. Дырка от буглика, котлован вместо дома. В Чебоксарах практически в центре города уже не один год стоит заброшенный пустырь с огромной ямой. Жители ближайших домов по улице Энгельса считают, что котлован представляет реальную угрозу. Вот такие кадры прислал нам мобильный репортер. Провал в металлическом заборе, который ограждает так и не состоявшуюся стройку комплекса два капитана на улице Энгельса в Чебоксарах около гимназии номер 4. Дыре этой уже около недели, виной тому шквалистый ветер. Упавший лист заграждений за это время никто даже не поднял. Вот давно надо завалить на часть весь, наверное. Вовлекать к ответственности, кто там работает. Ночь уйдет, он подкнулся, полетел туда. Это элементарно установить все это хозяйство. Тут делов куча, полчаса работы. Котлован примерно два этажа шириной. Угодить туда боятся даже водители спецтехники. Тротуар скользкий, чистить дорогу небезопасно. Я не знаю, что они там делают постоянно. Вот я сейчас проезжаю, у меня сейчас всю кабину будет этот забор царапать. А люди жалуются, если мы подсыпать, чистить дорогу не будем. Опасно, конечно, что сделаешь. Котлован магнитом тянет к себе местную ребятню. Школьники постарше признаются, что эта черная дыра нагоняет страх. Я учусь в этой школе. И когда мы выходим на физкультуру, либо что-то такое, бывает мяч улетает во враг, и иногда приходится ходить туда. И очень опасно, потому что там сейчас скользко, грязь. Хочется же быстрее, чтобы ее заделали. Там же внутри ряд железных труб. Страшно. Я даже ехала, когда сразу обратила внимание на это, что задумываю, такой котлован огромадный. И почему так это плохо загорожено? Что тут такое? Дом был, что ли? Я бы вот здесь и не стала квартиру покупать рядом с дорогой. Котлован вырытили давно. Нужно забор обязательно восстановить. И немедленно. Немедленно восстанавливать забор начали сразу после нашего звонка в мэрию. Как нам пояснили, сам котлован засыпается не за бюджетные средства. По мере появления свободного грунта застройщики привезут сюда ненужную землю. Когда засыплют окончательно, пока неизвестно. Края котлована осыпаются, все ближе подбираясь к пешеходному тротуару. Отложить решение вопроса в долгий ящик, пожалуй, не получится. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика. Политические взгляды разнятся, цели совпадают. Накануне Дня Народного Единства представители политических партий собрались за круглым столом в Национальной библиотеке. 35 региональных отделений партий сегодня зарегистрировано в Чувашии. Собрались их представители, чтобы обсудить проблемы и вопросы, которые жители республики пытаются решить с помощью депутатов. Они связаны с медициной, пенсионным обеспечением. Отдельная тема – долги по зарплате. Были поручения уже и Генеральной прокуратуры о том, чтобы эта проблема была решена, но она не решена. Конечно, Кабинет министров пытался ее решить. Из резервного фонда были выведены деньги. Но сегодня порядка 40 миллионов еще только транспортников, Чувашево-Транс, еще должны за их труд. Каким образом будем решать? Я могу сказать честно, вот все те, кто честно работали в Чувашево-Трансе, они со всеми начислениями получили сполна весь долг по зарплате. Основной долг там был около 20 миллионов рублей. Директор Фомичев вынес решение. Отправил работников в количество 700 человек на вынужденный простой, нарушая действующие законодательства. И необоснованно, необоснованно, открыто скажу, как юридическое лицо начислили за вынужденный простой 34 миллиона рублей. Я ставлю вопрос вообще взыскать из тех лиц, которые подписывали эти документы и эти приказы. Что касается предпринимательской деятельности в республике, в целом общая задача власти – привлекать состоятельных инвесторов. Они смогут создать высокотехнологичное производство с достойной заработной платой, отметил Михаил Игнатьев. Несмотря на разные политические взгляды, на встрече с главой Чуваши представители партий сошлись в одном. Работать следует в интересах людей. Пора переходить к чаяниям широкой массы населения. У нас долгое время в государстве были определенные экономические проблемы, делался напор на развитие определенных отраслей. И мы немножко, мне кажется, забыли о человеке труда, о большинстве граждан. И нужно задуматься о качестве, о безопасности, о достатке граждан. И это может пойти за национальную идею на следующий промежуток, политический промежуток в первую очередь. У нас сейчас проблемы, вы знаете, с Западом, с Америкой и так далее. Вот это, мне кажется, сплачивает нас. Мы, во-первых, перестали брать у них что? И деньги, и товар. Мы стали поднимать свою экономику. Сельское хозяйство сейчас демонстрирует вообще великолепные результаты. И это вот нас объединяет. Сохранить единство целей сторонникам партии предстоит и в следующем году. Во время избирательной кампании в 2020-м состоятся выборы главы Чувашии и органов местного самоуправления. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика. Программа профориентации школьников, как одно из направлений нацпроекта образования, работает по всей России. Билет в будущее, так называется специальный проект, получили школьники Чувашии. Вместе с ними в мир профессии окунулась Юлия Важенина. Ребята, готовы? Да. Поехали. 30 секунд. Именно за такое время настоящий спасатель должен успеть надеть боевку. Саша Ефимов справляется первым. Дальше ребятам нужно правильно ликвидировать ЧАЭС, а именно завал. Извлечь пострадавшего из-под плиты, оказать первую помощь, доставить в безопасную зону. Мне очень понравилось, особенно то, что мы работали очень сплоченно, как настоящая команда. Форму одел первый раз, ощущается груза, небольшая гордость. И даже если в будущем Саша не станет спасателем, эти навыки точно будут не лишними. Они изучают различные оборудования спасательные, изучают устройства, затем при помощи занятий практических, они отрабатывают эти свои навыки. Я думаю, это им пригодится в жизни. Они должны быть готовы к различным ситуациям. Примерить на себя любую профессию школьники могут благодаря программе «Билет в будущее». Она работает в нашей республике уже второй год. За это время учащиеся разных школ попробовали готовить, работать на токарных станках, класть плитку. На очных пробах уже они могут попробовать что-то сделать своими руками, выполнить. То есть навыки. Сейчас очень популярен термин «скилз». «Скилз» – это навык. То есть никого уже не интересует теория, а нужно уметь что-то делать. И вот в рамках этого проекта они могут реально себя попробовать в данной профессии и понять, подходит она им или нет. Мохито или ананасовый сивс в кабинете компетенции «Ресторанный сервис» школьникам показывают, как правильно готовить коктейли. Мохито – самый популярный напиток во всем мире. Здесь его может научиться готовить любой школьник. Потом запомнить рецепт и повторить его дома. Теперь его умею делать и я. Лена Чайникова внимательно слушает преподавателя и добавляет ингредиенты строго по рецепту. Раньше я знала очень мало об этой специальности, но теперь я узнала ее намного больше. Пока я не знаю точно, с кем я буду в будущем, но скоро точно определюсь. И, возможно, это будет именно данная специальность. Приготовление коктейлей – это только одно направление. Ресторанный сервис включает и сортировку стола, и подачу блюд, и многое другое. Мы посмотрим, как будет идти это дальше, и, соответственно, будем внедрять другие элементы ресторанного сервиса, которые будут тоже интересны участникам именно этого проекта. Такого рода презентации по программе «Билет в будущее» будут проходить до 15 декабря. Чтобы попасть на занятия, ученикам необходимо зарегистрироваться на платформе и пройти тестирование. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Музыка и технологии. Расстояние больше не помеха. Концерты государственной московской филармонии транслируют в столицу Чувашии на большом экране. В Чебоксарах открылся виртуальный концертный зал. Играют в Москве, слышно и видно в Чебоксарах. Виртуальные концертные залы открыты в регионах по всей стране. Этот первый в Чувашии. Присутствие на живом концерте в зале и здесь, около экрана, это немножко разные вещи, конечно. Но это в смысле культурного, в таком плане, в смысле воспитания, приобщения к культурно-просветительственным планам, это большое-большое дело. Новую площадку оборудовали в Институте культуры и искусства. За мастерами исполнительского искусства российского и мирового уровня наблюдают те, кто пока учится. Зрители, понятно, они получают удовольствие. Они будут видеть лучших артистов не только России, но и всего мира. Наши артисты будут смотреть. На следующий день им надо выходить на сцену. И надо быть уровнем не ниже. Значит, надо заниматься, дальше развивать свое мастерство. И это даст большой импульс к развитию. Я думаю, что чувашеское исполнительское искусство. Вот этому я больше всего люблю. Экран, современный проектор, доступ к базе данных филармонии и интернет. Нехитрая система позволяет показывать музыкальные концерты в записи и онлайн. Это будет открытая площадка. Любой желающий может прийти, посмотреть сначала на сайте, какие мероприятия, постановки будут. И уже прийти сюда, посмотреть. Все будет в открытом доступе. Площадки виртуальных трансляций в следующем году откроются в Козловке и Алатаре. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика. Таким стал последний рабочий день этой недели. Далее для вас полезная информация. Я тоже не прощаюсь. После выпуска новостей увидимся в программе «По существу». С главным архитектором Чуваши Александром Шевлягиным будем говорить о благоустройстве малых городов. Старейшая столичная сеть специализированных магазинов спорттовары вот уже более полувека обеспечивает необходимыми спортивными атрибутами всех любителей активного образа жизни. Предприниматели, работающие в этой сфере, ориентируются на потребности как профессионалов, так и любителей. Именно они и выступили организатором семинара, на котором говорили о формуле успешного взаимодействия бизнеса и спортивного сообщества. Мы постарались сегодня дать вам более-менее такую полную информацию для того, чтобы вам было интересно сегодня послушать, что можно сделать, как можно сделать. Может быть, возможно, то, что вы сегодня услышите, вам поможет в работе, и мы будем очень рады. Индивидуальные программы кредитования, возможность льготного лизинга оборудования. Государство всячески старается поддержать бизнес в спорте. В пользу спонсоров меняется и закон о рекламе. Последние изменения существенно расширили границы сотрудничества. Все виды спорта взаимодействованы с бизнесом. Хоть футбол, хоть хоккей. Везде бизнес. Сам бизнес тоже проявляет инициативу. Будучи социально ответственным, он активно участвует в программах по привлечению к спорту людей с ограниченными возможностями здоровья, детей и подростков. И в этом случае выгода и прибыль уходят на второй план. Между Министерством спорта Российской Федерации и корпорации малого и среднего предпринимательства было подписано соглашение о сотрудничестве для того, чтобы развивать поддержку в сфере физической культуры и спорта. Для того, чтобы создать для населения и Чувашской республики, и России в целом дополнительные условия для занятий физической культурой и спортом. На семинаре обсудили все возможные аспекты сотрудничества. От поддержки различных соревнований до корпоративных благотворительных акций. Обозначили планы на ближайшее будущее. В приоритете развитие и поддержка дворового спорта. Организация проведения спортивных соревнований среди детей по месту жительства. Дубленки, куртки, пальто всевозможных цветов и оттенков. Тысячи стильных моделей, широкий размерный ряд. Ярмарка «Ермак» в Чебоксарах готова к зимним холодам. Мы привезли новую зимнюю коллекцию верхней одежды 2019 года, которая приятно удивит вас своим ассортиментом. Более 5000 номинований курток, пуховиков, дубленок, пальто премиум класса. Все достойного качества, так как отшивается на российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. В коллекции «Зима-2019» большое разнообразие дубленок. В этом году у нас поступило большое количество дубленок. Дубленки из искусственного материала, декоративного искусственного материала с лазерной обработкой. Дубленки украшены натуральными мехами, очень приятные, мягкие на ощупь. Приходите. Оптовые цены и широкий размерный ряд – весомые преимущества ярмарки «Ермак». Например, осеннюю куртку можно купить всего за 2480 рублей, а теплую зимнюю – за 3700. Пришла в магазин «Ермак» купить куртку. Нашла себе подходящую, очень красивую, элегантную, истинно приемлемую. Валентина Моисеева на ярмарку приехала из Новочебоксарска. В итоге куртку купила и себе, и мужу. Приехали из Новочебоксарска купить себе верхнюю одежду. Очень понравилось в «Ермаке» нам. Одежда очень удобная, молодежная. И всегда цвета красивые, и фасоны красивые. Актуальные цвета, стильные фасоны и оптовые цены. Ярмарка «Ермак» расположена в Чебоксарах по адресу Максима Горького, 49.